В Иванове открылась экологическая школа. Первое занятие состоялось в молодежном центре на базе детско-юношеской библиотеки на Крутицкой. Организатором проекта, направленного на защиту окружающей среды, выступило движение «Мусора больше нет». Занятия в экошколе будут проходить дважды в месяц. Запланированы лекции, мастер-классы, просмотры познавательных фильмов. Первый экоурок посвятили экологической обстановке в Ивановской и Костромской областях, а именно на содержание тяжелых металлов в почве. Большая концентрация веществ пагубно сказывается на здоровье человека. Исследованием этой проблемы Алексей Сивухин, педагог Ивановского государственного университета, занимается давно и говорит, что бить тревогу нужно было еще как минимум 15 лет назад. Тяжелые металлы в почву попадают в виде солей, нитратов и фосфатов, а затем превращаются в оксиды и таким образом, в прямом смысле, отравляют людям жизнь. В оксиды очень хорошо распространяются. Они могут выйти где угодно, потому что у нас есть источники, знаете, родники, да? Например, в Курьянове там есть родник, там может вымываться этот тяжелый металл, там тоже превышение сменца, я нашел хоть поаккуратно с той водой. Вот родник еще есть около Олимпии, насколько я знаю, будет там освещенный, да? Вот. И там все это может подниматься и вымываться. Оксиды очень хорошо вымываются на поверхности. И там снова стать солями, например. То есть здесь поступило, там, не знаю, в Иванове, а в шоу вылезло таким образом.